Кто такой этот Сатоши Накамото? Этот вопрос и ответ на него — это самая большая загадка в криптомире, возможно, даже во всем этом мире. Был ли это один человек или группа людей, или это пришелец, который создал самую большую революцию денег и ценностей? Есть очень много теорий, но сегодня мы поговорим о моем топ-кандидате на должность Сатоши и дадим короткий ответ на этот вопрос буквально в течение 10 минут, потому что время для Чико Криптова. Если вам нравится такой контент, обязательно подпишитесь на Чико Криптова в оригинале, ссылка будет в описании. Итак, много теорий есть, которые говорят о том, что Сатоши Накамото — это псевдоним, под которым скрывалась группа шифропанков, которые собрались вместе, чтобы создать первые мировые децентрализованные деньги. Группа? Я не верю этому ни на одну секунду. Потому что группы не могут оставаться в секрете. Всегда будет утечка в группе. И поскольку прошло уже 13 лет с момента создания биткоина, я практически уверен, что это не могла быть группа лиц. Это был один человек. И у нас есть три топ-кандидата на личность Сатоши, каждый из которых мог им являться, по моему мнению. Илон Маск, Сергей Назаров и We Die. И сегодня мы поговорим о первом кандидате — Илоне Маске. И приведем кучу доказательств и всякого вообще разрывника и крышесноса, которую дает мне уверенность и предполагать в том, что это так. И в ближайшие недели я сделаю еще видео про других, про Сергея Назарова и We Die. Итак, начнем с Илона. Илон реально спалился на куче фактов, где мы можем подозревать его в том, что он Сатоши. Итак, первое. Илон является одним из основателей платежной системы PayPal, первого мирового интернет-банка. И если вы не знали, изначальная миссия PayPal была сделать децентрализованную валюту, не подконтрольную государством. Другой соучредитель PayPal, Люк Нозак, посмотрите, что говорил в 2019 году. Давайте послушаем. Немногие в курсе, но миссия PayPal была в том, чтобы создать глобальную валюту, которая была бы независимой и не зависела от этого коррупционного картеля банков, правительств, которые расшатывают свои валюты при помощи инфляции. И мы одержали успех в том, что построили что-то экономически очень мощное и смогли работать с маленькими бизнесами. Мы очень гордимся этим. Но мы так и не достигли миссии. Итак, PayPal случился, когда слились две компании. Первая онлайн-платежная компания Илона Маска, X.com, и вторая платежная компания Confinity, Питера Филла. Они соединились вместе в марте 2000 года, и, собственно, с этого момента PayPal и начал свое существование. Давайте послушаем вот это интервью Илона Маска 2005 года, где он объясняет, что делала его предыдущая компания X.com. Итак, это был способ оплачивать покупки в интернете? Это был способ передавать друг другу деньги от одной сущности к другой при помощи специального уникального идентификатора, которым был имейл-адрес. Используя уникальный идентификатор, в случае X.com и PayPal, имейл-адрес, чтобы посылать друг другу платежи. И если вы не знали, у Биткоина тоже есть уникальный идентификатор. Это публичный ключ, чтобы получать платежи. Что у нас еще есть? Сатоши написал оригинальный биткоин на языке C++. И есть отличный веб-сайт, который называется «Охота на Сатоши», который рассказывает больше про это. И там говорится, что Сатоши создал биткоин, используя язык C++. Халфини описывает Сатоши как мастера языка, и предполагает, что Сатоши — это молодой человек, потому что это достаточно сложный язык. Илон был молодым мастером C++ и изучал этот язык годы. Почти все компании Илона Маска, даже SpaceX, использовали язык C++. Потом, конечно же, есть еще такая маза. В марте 2014 года Илон подтвердил в Твиттере, что он является Сатоши. Когда его спросили, «Илон, какое отношение ты имеешь к криптовалютам?» он ответил, «Ну, теперь, когда личность Сатоши Накамото раскрыта, я думаю, вопрос тоже закрыт». И что интересно, это что этот твит появился через неделю после того, как Сатоши произнес свои последние слова на P2P-форуме, где в ветке дискуссии он ответил, что он не Дориан Накамото, когда медиа напали по ошибке не на того человека. Также, если вы не знали, Илон Маск очень фанател от покемонов. Вот он твитит, постоянно использует мемы с покемоном. И также он обсуждал всерьез внедрение функции Pokemon Go в Тесла. И его бывшая девушка, от которого у нее двое детей, Граймс, тоже любит покемоны. Она даже твитила свои покемон-карточки. И в январе 2021 года она написала, что это не так популярно сейчас. Короче, вот этот кусок не переводится, чуваки, но здесь написано очень много про крипту, как вы можете видеть, про биткоины, про эфириум и про все такое. Это стихи, просто это невозможно перевести, честно вам скажу. Тут даже эфириум с ошибкой написано, но тем не менее. Итак, почему же я заговорил об любви Илона и Граймс к покемонам? И как это относится вообще к раскрытию личности Сатоши? Давайте погрузимся глубже в кроличью нору. Граймс говорит здесь стихами из своих песен. Я ловлю крипта, как пепел кетчум. Итак, что же я имею в виду? Как вы, наверное, знаете, в мае 2020 года у Илона Граймс родился ребенок. И чем они шокировали все медиапространство? Они назвали его X-A-E-A-12. Итак, как же это читается? Как Илон сам сказал в своем подкасте Джо Рогану, ну, это просто как буква X. И A-E потом произносится как Ash. А-E в имени произносится как Ash, как Ash-Ketchum. И если вы не знали, Ash-Ketchum это покемон, также известный как Сатоши в Японии, как вы можете видеть в Википедии. Ash-Ketchum также известен как Сатоши в Японии. Но это уходит еще дальше, ребята. Теперь мы знаем, что X читается как буква X в его имени, A-E читается как Ash, то есть Сатоши. Так что же такое A-12? Ну, если вы не знали, то X-Ash-A-12 родился 4 мая 2020 года. 2020 год это был год чего? 12-летней годовщины вайтпепера биткоина. Так может означать A-12, 12-ю годовщину? Годовщина по-английски anniversary. О, гребанная музыка. Но всем похер на музыку, да? Пожалуйста, ожидайте. A-12 означает anniversary 12, то есть 12-я годовщина вайтпепера биткоина. Так что читаем имя наоборот и получаем 12-я годовщина Сатоши и X, означающие определение. Подожди! Тебе еще? Есть еще кое-что интересное. Что насчет утечки IP-адресов? Есть отличный блок, который называется «Кто такой Сатоши Накамото?», который изучает именно этот вопрос. И он говорит, что в январе 2009-го, когда Халл и Сатоши работали над альфа-версией биткоина, у Халла была ошибка с программом обеспечения, которая отправила баг-лог в лист почтовой рассылки. И в первой версии софта использовались IP-адреса, чтобы получать и отправлять биткоины. И таким образом у нас есть IP-адреса трех пользователей. Это было в 2009 году, когда Сатоши, Халл и еще один человек работали над проектом. Итак, где же находился Сатоши, исходя из этого IP-адреса? Ван Нойс, Калифорния, Соединенные Штаты. Бинго! Вот такая вот тема, чуваки. И потом еще вот эта забавная статья про личную жизнь Илона в его частных самолетах. Этот самолет зарегистрирован в филиале SpaceX, который называется Falcon Landing, в честь его многоразовой ракеты, согласно записям Федеральной Администрации Авиации. Маск или его партнеры приняли дополнительный шаг, попросив не раскрывать детали полета в публичных базах данных о перелетах. Суть в том, что большинство вылетов были как раз из Лос-Анджелесского Ван Найс аэропорта. Это были короткие полеты в соседний Белл-Эйр, где у Маска есть пять раздельных усадеб. Итак, мог ли быть Илон в 2009 году где-то рядом с Вен Нойс, откуда произошла утечка IP-адреса? Ну, вот эта вот статья из издания Manchin Global говорит нам, да, он мог. Они говорят, в 2012-м, после трех лет аренды, мистер Маск купил эту огромную усадьбу, ссылаясь на все эти официальные источники. Три года аренды до 2012-го, когда он ее купил, это как раз 2009-й, чуваки. Илон арендовал эту недвижимость как раз в то самое время. И последнее доказательство, которое все это вместе собирает, это бритва Аккама. Бритва Аккама гласит, не стоит прибегать к изобилию вариантов для объяснения чего-либо. Все вещи являются равными, и самое простое решение всегда самое лучшее. О чем Илон не раз нам с вами говорил. 7 января 2021 года он твитнул, самый занимательный результат, наиболее вероятный. После чего он сказал, да, а бритва Аккама это на самом деле третий наиболее вероятный. Ну, Илон в 2021 году был одним из гостей на конференции B-Word, где он говорил с Джеком Дорси, сиу Твиттера, Кэти Вуд из Арк Инвест. И как вы думаете, что он там сказал, когда речь зашла о бритве Акаме и его мнении на этот счет? Ну, бритва Аккама говорит о том, что самый простой ответ, наиболее вероятный. И да, это краткая мысль этого учения. И как один друг мой сказал, что самое ироничное является самым вероятным. И тогда я сказал, что самый развлекательный вариант является наиболее вероятным. Ну и как вы считаете, что может быть проще, развлекательней и ироничней того, что Илон Маск это и есть Сатоши Накамото? Напишите в комментариях, чуваки. Всем профитролей и увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok